А по поводу того, что если человек убивает хоть тысячу, он не выходит из ислама, ты правду говоришь. Убийца, он не выходит из религии. Это уже правило религии. Убийство человека не выводит из религии. Амрита, приветствую. Моя семья Сикхи, и мы тоже верим в единого Бога, но еще верим в то, что душа живет много жизней и в карму. Примите наш скромный донат детям на сладости, как сериал у вас. Смотрим, спасибо. Почему вот эти вот исламофобы и люди, которые пытаются доказать, что вот ислам это плохо, что ислам это не истина. Почему вы приходите в мой эфир, кому вы здесь, вы пытаетесь мне это доказать. Вы думаете, вы сможете меня сейчас переубедить. Вы пытаетесь моей аудитории это доказать, для чего вы это делаете. Но есть ведь религиозные площадки, есть там исламские проповедники. Идите туда, грузите их. Почему вы здесь распространяете это? Исламофобия это разновидность ксенофобии, ненависти к людям, а не к идеологии, основанной на том, что человек мусульманин. Мусульмане берут либеральный термин, чтобы выгораживать идеологию ислама, запрещая его критику, таким образом порождая цензуру. Интересное заявление. Россия убивала тысячи сирийских, чеченских и афганских детей. Но мусульмане хуже относятся к западу, чем к России. Потому что запад идеологический враг. По исламу правитель не выходит из ислама, если он даже тысячи мусульман убивает. Из этого следует, что по исламу человеческая жизнь ничего не стоит. Это ложь, что мусульмане, как ты говоришь, к западу хуже относятся, чем к России. Это может быть какие-то конкретные мусульмане, может быть. Но нет, не мусульмане в целом. Мы находимся, живем на западе, абсолютно неплохо относимся. Я много раз это говорил, что не нужно подменять эти темы. Для нас враг это не запад. Для нас враг это Россия. Это непосредственно те, кто с нами сражаются. По поводу идеологической борьбы, тут да, ты прав. Безусловно, есть идеологическая борьба между исламом и христианством. Исламом и иудаизмом. Иудаизмом и христианством. И между ними буддизмом и так далее. Безусловно, существует идеологическое противостояние. Но это совершенно иная вражда. Это не война, это не убийство. Нет, это идеология. Люди где-то в каких-то диспутах сходятся. Люди пишут друг на друга опровержения. И так далее. Это все продолжает. Это не сегодня появилось. Это продолжается на протяжении тысячелетий. Так идет. Поэтому здесь ты ничего нового как бы не открываешь этим. А по поводу того, что если человек убивает хоть тысячу, он не выходит из ислама. Ты правду говоришь. Убийца, он не выходит из религии. Это уже правило религии. То есть убийство человека не выводит из религии. Да, если он убьет, как ты говоришь, тысячу человек, мусульман, не мусульман, неважно. Он не перестанет быть мусульманином. Но он может убить всего одного человека и перестать быть мусульманином. Если он сделает это дозволенным. Если он скажет, что дозволено убивать людей, которых нельзя убивать. Если нет, если это не происходит во время сражения, боевых действий. Если это не происходит по решению суда, как казнь, например. Если человек говорит, что нет, в принципе, убить человека это дозволено. Господом миров. И он может в этом случае даже никого не убить. Он может просто сделать это заявление, что в принципе, жизнь человека не является неприкосновенной. То он выйдет из религии. Он перестанет быть мусульманином. Даже не убив ни одного человека. Это правда. Муфтий Саламиджиев говорит на полном серьезе утвердительно, что Кунты Хаджи не умер. Ссылки 1867 года. Город Устюжна. А по сегодняшний день перемещается по Африке и Азии, проповедуя ислам. Так вот, моя просьба. Организуй для нас всех прямой эфир. Докажи, что муфтий не лжет. Об этом не только муфтий, кстати, говорит. Вот сейчас на открытии, точнее на праздновании, якобы, дня рождения пророка. На этом праздновании Кадыров заявил, мы все, говорит, ждем, что Кунта Хаджи вернется. Типа вернется в Чечню. Я даже не знаю, как это комментировать. Вроде взрослые люди. Вообще, конечно, было бы неплохо, имея сегодняшние технические средства, скайп, ватсап и другие. Было бы неплохо, конечно, доказать всем нам, вот нам заблудшим людям, которые не верят, что действительно Кунта Хаджи жив, что он в Китае и Африке где-то приводит людей в ислам. Вот чтобы нам доказать и нас опозорить, вот если бы вы реально сделали бы этот телемост, с ним сегодня же есть эта возможность. И показали бы по ЧГТРК всем людям, всем, кто сомневается, вот всем нам невеждам. Показали бы нам, что действительно, да, вот ездит в Китае, в Африке, действительно призывает люди, приходят в ислам посредством его проповеди. И мы бы, как бы всех нас привели бы к истине, да, мы бы все поняли, что мы заблуждались. Нам стало бы стыдно. Почему бы вам это не сделать? Потому что вы прекрасно знаете лучше меня и лучше всех нас, вы понимаете, что его нет, его уже давно нет в живых. Люди столько не живут. Вся ваша проблема, она как раз в том, что сегодня тяжело людям рассказать вот эти сказки и заставить их в это поверить. Что кто-то сегодня где-то живет, перемещается в Китай и в Африке, а мы и не может при этом нам просто позвонить и сказать, да, действительно, я здесь. Тяжело людей заставить в это поверить. У вас реально, у вас очень сложная задача. Я вам не завидую. В Китае это невозможно говорить. А, кстати, в Китае, там же у них свой какой-то китайский интернет, у них нет выхода за пределы сети. Может быть, в этом вся причина, но тогда нужно просто донести, что есть VPN. С помощью VPN можно, они, люди, которые живут в Китае, они с помощью VPN проводят эфиры в Инстаграме, сидят в эфирах Инстаграма. То есть, через VPN можно, в общем, выйти на связь по WhatsApp, по Skype. Донесите просто. Приветствую. Я не исповедую ислам, но с огромным уважением отношусь к этой религии в связи с чем вопрос. Разрешает ли ислам клясться на имя Господа? Спасибо, мир тебе и твоей семье. Приветствую, Натан. Да, ислам, он не только разрешает, а наоборот, ислам, он дозволяет клясться только именем Господа. Только Господа можно клясться. Нельзя больше ничем, там, ни могилами, ни едой, ни небесами, ни землей, ничем иным клясться нельзя. Это является тоже многобожиим. Клясться дозволено только Господом, Всевышним Аллахом. Минский хан. Асаламу алейкум, Тумсо, Гардаш. А почему Кадыров так болезненно воспринимает любую критику? Они же вообще ничего в свой адрес не воспринимают. В Азии примерно то же самое, но не настолько. Страна больше, мне кажется, у диктаторов одинаковая болезнь. Тут нужно, мне кажется, работать спецам по психиатрии. Ну, там не помешало бы, конечно, поработать. Но я не знаю, почему. Это сложный вопрос. Я имею в виду, почему они так поступают, я не знаю. Амрита, приветствую. Моя семья Сикхи и мы тоже верим в единого Бога, но еще верим в то, что душа живет много жизней и в карму. Примите наш скромный донат детям на сладости, как цериал у вас. Смотрим, спасибо. Вам спасибо, Амрита, благодарю. Егор, Тумсо, здравствуй, я русский и бывший мусульманин. Моя жена практикующая мусульманка с Дагестана, но тоже сомневается в религии. Живем мы далеко от Кавказа, как ее родственники могут отреагировать на это, учитывая, что вы с аварцами похожи, хотел бы узнать, могут ли они что-то плохое сделать. Ма ассалям. Егор, здравствуй, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, тебе нужно туда его направить. Саламу алейкум. Насчет Ауха. Почему никто не обращает внимания, что большинство домов отданы Акинцам, и они не хотят в Аухе жить с аварцами? Вместе им нужен Аух только с Акинцами, а другие, что не люди? Алейкум ассалям. Вот для чего делаются такие ложные заявления? Каким Акинцам там отданы дома, и они туда не едут, потому что там живут аварцы? Давайте, покажите нам таких Акинцев. О чем вы говорите? Зачем вы распространяете вот эту вот ложь? Вы прекрасно понимаете, что вопрос Ауха – это вопрос великой несправедливости, которая происходит по сегодняшний день, продолжается с тех пор, с 1957 года и по сегодняшний день. Величайшая несправедливость. Вы все прекрасно, вы даже лучше меня знаете, в составе какой республики должен быть Аух. Кто, чей это землей было всегда, кто был наибом в Аухе во времена имамата при имаме Шамиле. Вы это все прекрасно знаете. Зачем вы распространяете вот эту ложь? Братер Оздо. Ассаляму алейкум, брат. Ты слышал об этом хадисе? Шутка в начале о парне в Вашингтоне относится к этому хадису. Горе тому, кто рассказывает что-либо и при этом лжет, чтобы насмешить людей. Горе ему, горе ему. Да, я слышал этот хадис, но многие, кстати, применяют обычно этот хадис в таких моментах, когда есть явная шутка, все понимают, что это никто не вводит в кого-либо заблуждение. И я вспоминаю другой хадис, где посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это, по-моему, хадис про Джулей Биба, если я не ошибаюсь. И в этом хадисе говорится, что пророк, саляму алейкум, подошел к нему, он сидел на рынке, и он подошел к нему сзади, схватил его и воскликнул. Продается раб, купите у меня раба. Это была шутка. И Джулей Биб тогда сказал, что это, ну, мол, очень нехороший товар ты предлагаешь, типа я очень слабый буду раб, типа для хозяина. То есть это была шутка. Понятно, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, пошутил. И понятно, что он не продавался на самом деле. Я так понимаю, что это все-таки какая-то крайность в этом вопросе, когда мы начинаем подходить вот таким образом. Все-таки шутка, она есть шутка. Когда мы не говорим, не пытаемся людей ввести в заблуждение, мы не делаем из этого какую-то профессию. Но это просто обыкновенная шутка. Даже не столько шутка, это сколько стеб над определенными людьми. Это троллинг над ними, так как они постоянно распространяют вот эту информацию, что там кто-то управляет и так далее, что там справа кто-то сидит, что-то подсказывает, наушник что-то говорит. Это такой троллинг. Я не думаю, что к этому нужно вот таким образом относиться. Мое мнение. Субтитры создавал DimaTorzok